Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Кто-то в комментариях написал, что Айка давно не было шаурмы, и на этом комментарии было 30 лайков. Поэтому я решила оторваться, взять шаурму вкусную в хлебе, в лаваше. И давайте приступим. Смотрите, как аппетитно все это выглядит. Это с морковкой. Хотя в описании даже не было указано, что это с морковкой. Новая доставка. Ничего так. Говорила, что не буду заказывать из новых доставок. Но все рестораны открываются очень поздно. Я сегодня встала в 7, и мне в 8 уже нужна была шаурма. Куда только не позвонила, нигде не взяли. Оказывается, все рестораны начинают работать где-то с 10, с 11. Можно было, конечно, самой приготовить. Ну, здесь такой соус обалденный. Не знаю, как они его готовят. Насчет квартиры. Я решила, что я не буду рассказывать про квартиру, что как происходит. Мама говорит, а может быть, это правда то, что говорит бабушка. Нельзя, например, не сделав что-то рассказывать, поэтому еще не получается. Я не суеверная, но да ладно, попробуем не рассказывать. Пару месяцев. Заодно поставим такой эксперимент. Не рассказывая, получится или нет. Какой соус. Вкусный. Когда вы голодные, не идите в супермаркет и не заказывайте еду. Вот ты голодная, ты думаешь, я сейчас слона съем. Заказываешь дофига. А потом не можешь доесть. Вчера пришла посылка Шейн. Все померила, все распаковала. Такая радостная. Некоторые там пишут, сколько можно покупать одежду. Это пустая трата денег. Люди путешествуют. Люди, не знаю, ходят в кино, в домино и что. Я никуда не хожу. Я могу себя побаловать одеждой. Почему нет? Тем более в это воскресенье я от Чали Шелли едем на берег моря там пофотографироваться. Поехать, И самое главное, если покупки делают вас счастливыми, почему бы их не совершать? Не дай бог люди там на сигареты, на наркотики тратят деньги. А я всего-то навсего. На еду и на одежду. Звонил папа. У них там ходят слухи, что скоро границы откроют. И не надо будет ехать через Турцию, а можно будет напрямую поехать в Азербайджан. Это легко. Папа будет чаще приезжать, а может быть я поеду в Россию и там поснимаю для вас влоги. Но я еду не специально, чтобы влоги снимать. Соскучилась по обстановке там, по людям. Вкуснотища. Подготовила вопросы. Задает вопрос Кристина. Айкумейс, подруга, но мы разных религиозных взглядов на жизнь, разных политических позиций. Смогла ли бы ты дружить с человеком, с которым вы настолько разные? У нас часто возникают разногласия в связи с этими моментами. Что бы ты сделала в такой ситуации? Перестала бы общаться или подстраивалась по человеку? На самом деле, мне кажется, реально сложно дружить с человеком, с которым вы разные. Говорят, противоположности, они наоборот как бы сходятся. И круто, когда у вас, например, с парнем разные взгляды на жизнь, вам интересно общаться о чем-то. Но я бы выбрала бы себе в друзья человека, с которым мы мысли думаем одинаково. Например, Я шучу всегда, говорю моему парню, если бы ты был бы девушкой, я бы с тобой не дружила. Или я была бы парнем, мы бы с тобой не нашли общий язык. Мне кажется, можно просто не затрагивать эти темы в разговорах, стараться как-то друг другу уступать. Но я считаю, что ни в коем случае нельзя подстраиваться под человека, лишь бы этот человек дружил с тобой. Это неправильно. Почему-то, когда две подружки, например, перестают общаться, все сразу думают, ой, наверное, был какой-то скандал и так далее, никто не задумывается, что, может быть, просто они разные. И они как бы поняли это. Перестали общаться так тесно. Ну, к примеру, да. Я бы, наверное, не смогла всю жизнь подстраиваться под человека. Если тебе человек, Кристина, дорог, и ты прям хочешь продолжать общаться с этим человеком, несмотря на все, мне кажется, просто те темы, в которых вы мыслите по-разному, эти темы просто надо не затрагивать. У Жали, например, есть сестра, я просто говорю, например, я смотрю этого блогера. Она такая, да, я тоже смотрю этого блогера. Например, я говорю, я люблю эту программу для монтажа, к примеру, да, или обработки фото. Она такая, я тоже. Я понимаю, что мы с ней настолько похожи. Мы прям мыслим одинаково. Мне кажется, вот, когда вы мыслите одинаково, интереснее общаться. Жали, кстати, тоже подсела на мукбанке из-за сестры. Она смотрела постоянно на мукбанке. Вообще, если честно, мне кажется, взять любого моего подписчика, ну, почти, наверное, любого, если не брать хейтера, вы тоже выбираете блогера, да и я тоже. По каким-то критериям, чем мы с вами похожи. Возможно, ты меня критикуешь, пишешь плохие комментарии, но в душе, если ты меня смотришь, значит, у нас есть что-то общее. У нас в универе были две девочки, они хорошо общались. Кстати, после универа вообще перестали общаться, не знаю почему. Одна была за естественность. Прям обеими руками за естественность. А другая там с губами сделанными, бровями, там еще что-то, маникюрчик, педикюрчик там. А это вообще нет ни в какую. И даже у них возникали какие-то спорные моменты, казалось бы, что им делить. Она хочет делать губы, она делает. Это не хочет, та не делает. Мак-как-как. Мак-как. Мак-как. Я смотрела историю Одной девушки, блогера Бывшей участницы Дома 2 И она говорила, я хочу найти новых друзей Я хочу найти друзей Чтобы они были успешными Чтобы они чего-то добились И там она дружит с одной девочкой Она сначала говорила, что это ее бывшая подписчица А я смотрю, у ее подписчицы 200 тысяч подписчиков Я как бы на ее месте Постеснялась бы сказать, что я ищу друзей Мне не хватает общения Но я хочу, чтобы мои друзья Что-то из себя представляли Интересное, конечно, заявление Ладно, когда там, не знаю Мужа ищешь себе, думаешь Хочу с образованием Хочу это, то, третье, десятое Но чтобы друзей уже так выбирали Я, честно, была немножко шокирована Я никогда в своей жизни не была душой компании Я никогда не была лидером Я училась в школе и в универе Я не один день в своей жизни Я не скучаю по школе Я реально ненавидела школу последние годы Я счастлива Что эти дни закончились Что, наконец-то, мне не надо идти в школу Я замечала, что и в школе, и в универе тоже Были такие девочки и мальчики тоже Которые дружили из-за чего-то Там, чтобы списать Еще что-то Вообще, я считаю, что самая крутая дружба Это с самых пеленок Вот в детстве Ты играешь в песочнице С девочкой А потом всю жизнь дружишь с ней Вот это самая искренняя дружба Мне кажется, такие друзья реально не предают друг друга Я могу и ошибаться, конечно Но мне так кажется У меня есть одна такая подруга Но в последнее время мы с ней Все меньше и меньше общаемся Не знаю почему Она работает Продавщица в магазине У нее очень сложный график То есть она работает с утра По-моему По-моему с 9 до 8 Это, конечно, ужас как сложно По мне как-то многовато получилось Если честно Съела половину донера в хлебе И осталась половина шаурмы Шаурма была просто огромная Сытная и очень вкусная При желании Вот я могу это все съесть сейчас Но я не люблю заставлять себя Мне кажется, и вам это неприятно смотреть И мне это неприятно делать Я всегда стараюсь есть столько Сколько реально мне хочется И не заставляю себя абсолютно Поэтому на этом хочу закончить это видео Всех люблю, целую Спасибо, что досмотрели Пока